Начинающий битмейкер Данил Митишев создает авторскую музыку. В свои 11 мальчик уже всерьез задумывается о карьере диджея. Дома у Данила уже есть своя мини-студия для написания битов. Вот пиано-рол, в нем я выставляю квадратики. В основном у меня там бас, бит, аккорды и мелодия. Что самое сложное из этого всего? Мелодия. А как ты придумываешь? В голове что-нибудь придумывается, я это пишу здесь. Это миди-клавиатура, аудиоаксиом мини-АР32. У нее есть кнопочки. Это звуковая карта, к ней подключаются наушники. Она нужна, чтобы у миди-клавиатуры была меньше задержка и чтобы качество звука было лучше. Данил пока что не имеет музыкального образования, но это ему не мешает. Природный слух помогает. Своим хобби мальчик занимается уже год. За это время он сочинил больше сотни композиций. Сначала, конечно, я ничего не понимал в этом. Потом посмотрел видеокурс и через две недели уже начал делать. Музыку я обычно делаю в жанре трэп, но сейчас начал делать фьючер-бас и EDM. Фьючер-бэйс и EDM – это жанры электронной музыки. Именно это направление больше всего привлекает Данила. На создание своих работ начинающий битмейкер тратит от одного до нескольких часов. Семья увлечения мальчика поддерживает. Он увлекся музыкой, вот этой вот как-то так спонтанно и целыми днями действительно сидит, вот ничего ему не надо сидеть с этой музыкой. А вам как? Вообще нравится, что он делает? Ну, мне нравится, я поддерживаю, стараюсь, чтобы как-то, я считаю, что он должен получить музыкальное образование, чтобы дальше как-то продвигаться в этом плане. Мы все любим музыку. У нас как-то семья всегда была музыкальной, мы всегда пели песни. Вот отец у меня, он играл на любых инструментах, хотя был самоучкой. По совету бабушки, да и по своему желанию, в следующем учебном году Данил собирается поступать в музыкальную школу. Ведь для карьеры профессионального диджея, которую мальчик в дальнейшем и хочет развивать, такое образование не помешает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!